здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на своем канале и сегодня видео будет присутствовать вот такое такое кружево ну вернее такая простенькая обвязка которую я использовала обвязки полотенышко можно было конечно связать что-то более как бы сказать нарядное но у меня появилась идея я посмотрела как девочки в ирландском кружеве вязали на бурдоне узоры и что-то мне пришло в голову связать вот такой попробовать связать я не знала как у меня получится получится ли что-то так как я вообще не сильно в ирландском кружеве идею во всяком случае я взяла оттуда когда вяжу вяжется на бурдоне и что нам понадобится для работы для этой обвязки нам понадобится пряжа толстого потолще во всяком случае вот не знаю как это пряжа называется это фикс прайсе продавалась такая на 50 рублей что ли стоит 2 на . или как-то ну в общем вот такая пряжа а также пряжа потоньше видите отличается размер пряжи и что нам как мы будем работать также понадобится крючок тоньшего размера более тонкого у меня от 0 5 для чего очень тоненький чтобы у нас легко входил крючок полотно вот я специально оставила не до вязаным маленький участок смотрите как это будет выглядеть вот когда обвязываю я в воздухе вот это вот нить более толстого размера я обвязываю крючком 075 когда нужно в полотно виза ввязывать тогда я использую крючок 05 и так у меня здесь уже ввязано и смотрите что мы делаем в начале у меня спрятаны ниточки вот здесь в серединку полотна все полотенышко и точно так же что мы прикрепляем наши обе ниточки полотно в рабочие и сейчас смотрите у у нас будет работать только тонкая нитка мы держим в одной в одних пальчиках более толстую нить и обвязываем тонкую тонкой нитью столбиками без накида вот эту толстую толстую потолще нить которые в моем случае здесь 5 столбиков без накида сейчас 3 воздушные петли давайте 44 воздушные петли сейчас вот сюда здесь получается столбик от наступая захватываем не вот эту вот одно а вот за 2 захватываем рабочую эту же нить и ступаем насквозь чтобы все петельку но вот эту петельку протянуть через две петли на крючке сейчас 5 воздушных петель но сейчас сюда же вступаем через вот эти две захватываем рабочую нить у нас вот получается на крючке как бы вот три петли провязываем насквозь через эти все три петли соединили и 4 петли воздушные дна 2 3 4 и мы их также провязываем сюда присоединяем можно связать здесь вообще таким образом цветочек в воздухе вот у нас получилось здесь вот такое изобретение из воздушных петелек и сейчас мы обвязываем дальше нашу вот эту нить 5 5 столбиками без накида 1 2 3 4 5 обвязали из-за чего я перехожу на более тонкий крючок он легким образом проскальзывает через ткань и захватывает рабочую нить которая нам нужно подцепить вот у нас вот это рабочая нить ну вернее основная более плотная нить находится рядом с полотном и мы ее будем привязывать ну вот я буду привязывать к полотенышку ступаю насквозь захватываю рабочую нить вытягиваю и провязываю получается мне нужно проект наступить так и провязать 5 столбиков без накида 1 провязала 2 3 45 я вам не сказала здесь вот мы отступаем расстояние такое чтобы у нас аккуратно было в воздухе наше изобретение вот мы провязали 5 столбиков без накида сейчас вновь переходим на вязание в воздухе на обвязывание нашей более плотной ниточки в воздухе 5 столбиков без накида вяжем ты пиком из воздушных петелек в начале 4 воздушные петли присоединяем к основанию из воздушных петелек сейчас 5 также присоединяем их к основанию из воздушных и наших воздушных петелек и третий раз пику поменьше из 4 воздушных петель также присоединяем к основанию петель сейчас нам нужно связать 5 столбиков без накида 1 2 3 4 5 примеряем расстояние которое нам нужно можете сделать себе даже отметочки но если подобным узором вы будете провязывать чтобы уж наверняка было на определенном на одинаковом расстоянии связано 12 3 4 5 дальше переходим вновь на и вязание в воздухе и такая связочка у нас получается если вам понравилась моя идея хотя я не буду ее присваивать себе ну я не встречала подобного еще в интернете ну если вам понравилось ставьте пальчик вверх мне будет очень приятно пишите комментарии делитесь если вам понравилось ну и до до новой встречи всем пока Пока.